Победитель этого матча Ну а проигравшая команда останется, собственно говоря, ни с чем КМС и Мага Рэй Черкарт у нас был следующим Буря в пустыне, радиостанция и Джейхан Практически как King of the Hill под номером 5 Единственное, что там порт Буря в пустыне и Джейхан были Ну вот любители КМС в последнее время с такими соперниками Вроде как, которые им по зубам играть карты Буря в пустыне и Джейхан Посмотрим Посмотрим, как оно будет Так, и Мага Рэй Они же Микс, Реднекс и Андерейтед Начинают у нас за атаку Эвера Авель, Инвикс, Хаос и Фелани Ну и неизменен состав КМС За исключением Сириуса, который заменяет у нас Мувика Уехавшего отдыхать в теплые, наверное, края Ну, естественно, наверное, не на север все-таки Он уехал отдыхать, не куда-нибудь на Камчатку или в Архангельск Парит свои, жарит свои косточки на морях Все, смотрим Первая карта, первая половина 0-0 Сегодня мы уже видели бурей этих в пустыне Великое множество И были они такие Такие разные, но такие медленные Надеюсь, что эта буря в пустыне В матче за третье место Ну уж, по крайней мере, скучно не будет Хочется на это надеяться Какой час я флужу, спрашиваете в чат 7 часов 45 минут я флужу У нас заход на точку А От атаки, от команды Ермага Рей Более-менее удачный, но сильно уж каленые два человека Остались, точнее, один сильно каленый Два хп, и он один живых остается Бомбу посекли, выбили сотого Вот будет беда печали, если он сейчас двоих выбьет Одного сотого дракона, инсайдера Его друга-товарища, у которого чуть поменьше, чем 50 хп Ну натопал сильно, ну куда ж ты со своими хп так топаешь 1-0 в пользу КМС Не будут они отпускать, они будут хвататься просто Мертвой хваткой своих соперников Когда они чувствуют запах крови, когда команда Более-менее им по силам Да, вот Ермеи, они как-то не хватались, но она им была не по силам Вроде как и казалось в какой-то момент, что вот-вот-вот-вот-вот КМС могут побороться, если не выиграть То хотя бы такие гроссмейстерские 7-9 раундов набрать Нифига, не срослось, не получилось, не по зубам пока что А вот и Магарей, я думаю, КМС абсолютно по зубам Будут они цепляться, и если учуют ту самую кровушку И Магареевскую, то уже не будут отпускать просто 3-х литровыми банками Как компот, хлебать как морсятин какой-нибудь морс клюквенный Так, ну второй раунд Второй раунд, пока что КМС в меньшинстве Ну и Магарей тут тоже надо понимать, чтобы не затянуться в эту дрезину КМСовскую Надо повеселее себя чувствовать, миксовать медленные раунды с веселыми, залихватскими Может быть и неудачными веселыми, залихватскими, но их надо делать КМС Вот когда с КМС играешь, да, застаиваешься, вот как вода в стоячих водоемах Начинает цвести, да, становится зеленый и вонючий Вот так же и команда соперника КМС Если застаиваются, становятся зелеными и вонючими В итоге их сливают, как эту водичку, и наливают новую Поэтому как бы надо-надо шевелиться Движение, жизнь Ну можно, можно Ооо, как бы хаешка двоих не забрала, он не забирает Сириус и Стигма живут По-прежнему, можно их тут сливать, дайте инфу ребятам по хп Пожалуйста Чекают одного и убивают, и Стигма с авапой Ласт, пытался сделать фазун, но ни о чем у него хп Добивает, добивает, феллони Паровозик, который смог на этот раз 1-1 Фух Ну вот такие бы раунды до конца Лимовая Чтобы по жести Феллони минус Стигма А где? Стигма поднаглел чуть-чуть, видимо, со своей родной крыши Спрыгнул Пошел гулять на ДЛА Тут его тепленького и взяли На срок в полторы минуты посадили отдыхать 5-4 атака Бодренькая Кстати, есть все шансы у Магары В принципе-то КМСов одолеть Если они одолеют КМСов То это будет, наверное, первое поражение КМС в официальных играх за 5 недель Причем, опять-таки, не на Царе Горы Не на Кинку в Зехил А в каком-то другом турнире Тогда вот это будет Правило подтверждено годами Что КМСы нашли свой формат И могут играть на протяжении только лишь одного БО-3 Стабильно и удачно Да, вот такие тяжелые дистанции Но хотя они уже здесь не тренированы Раньше они так бодренько не проходили во второй день Хоть и со сложностями, но во второй день прошли И не просто прошли во второй день Дошли до самого полуфинала До самих страшных и ужасных Ереме И только им слили Если бы кто-то были другие То, может быть, и не проиграли бы Можно Вот никто у нас сегодня за атаку Что мы, Руллигенс, видели на буре в пустыне Что-то те же самые Мага Реймы Опять-таки видели на буре в пустыне Никто не играл у нас быстро на точку Б Почему-то как-то забыли это все дело Почему-то как-то и не ходят Ну, то ли уже настолько уверовали, что скилл рук Ф Вырос до таких гигантских вершин Что на точку Б просто так не зайти фастом Ну, странно Хотя бы попробовать можно было бы разочек Чтобы уже удостовериться на сто процентов Не знаю Все совсем по-другому Теперь играется Ну, на тополе Все, кто стоял А именно вот Фури там стоит наверху у нас На точке А По идее, если наушники у человека позволяют Да, и звук в этих самых наушниках То он должен сейчас Да, он даже шевелится так, как слышит метро Он слышал топ-топ-топ-топ-топ по метро Да, туда и повернулся Повернулся, в принципе-то правильно На выход из метро Ребята все уже из него текнули И неудачно так текнули Остался один Хаус, который быстренько за стеночку ушел Один в пять Он остается, бомба положена По традиции Как у Мага Рейты происходит на своей Респе Ну Не знаю, какие шансы Наверное, все-таки Стремящиеся к бесконечному нулю У Хаоса Хотя отыгрывал пацан вообще неплохо Мне понравился В прошлых играх В том же самом полуфинале Против Рулли Генс Ну Пока вот как-то так Один три Даже получше шло У ребят Из Мага Рей Против Рулли Генс На той же самой карте В буре в пустыне То ли подустали Понятно, что вот я, допустим, в стриме с 11 часов Да, и даже чуть-чуть больше, чем с 11 часов Ну вот 8 часов я сижу в стриме То есть, ну в принципе, игроки Те, которые дошли до этой стадии Также 8 часов в игре Есть у них, естественно, перерывы Но все же Все же это морально тяжело И Даже скорее не стрелять, да Не нажимать мышку тяжело А тяжело постоянно быть в собранности В концентрации Помнить координаторам свои какие-то заготовочки Говорить Опять-таки, да Единственное, что остается На что уповать в конце игрового дня Когда ты уже без ног, без сил Это на стрельбу Но Кто-то может Кто-то может А именно команда КМС Пока что может Значит Должны мочь и остальные Говорю я об Мага Рей Минус Ха-е, инсайдер Феллони Заходят Все в того же Инсайдер Он постоянно здесь стоит Я это, кстати, с кем-то обсуждал Что КМС очень последовательны В своих решениях Последовательны В своих позициях Если, допустим Та же самая Еремия Которую мы только что видели Здесь Жестокую ситуацию Авель попал Минус он Если та же самая Еремия Миксует свои позиции Суппорт и плюс координатор Тот же самый человек Человек и пароход Имба Миксует как-то То у КМС Попробуйте Вы Скажите На каких позициях Ну, когда, допустим Стигма убегает Своей позиции Инсайдер Приклеен постоянно К своей позиции На Б То есть Если это выучить Если нащупать Вот, допустим Монохрома В Кинг оф зе хил Под номером 5 Это практически получилось Главной ударной силой Был человек Фури Своим основным Фрак-лидером команды Кэрри команды Да Его это нащупали Ходили Ходили, в общем-то В метро его убивать Вдвоем Его убивали Но вот как-то Через 3-4 раунда Это почувствовал Стигма Начал Ходить помогать Фуре Как только это случилось Да Сразу все у Монохрома Стало плохо Вот Если Монохром Смогли как бы нащупать Почему бы Мага Рейзис не нащупать Где-то надо найти Просто Это слабое место Потому что Ну, не мобильный КМС Вот можно 3-4 раунда Подолбить в одну точку Да Один щелбан не больно А уже когда После десятка щелбанов В одну точку лба Это уже становится Как минимум Неприятно И уже синячок Такой хороший появляется Пока там КМС Отдупляться Что надо что-то менять Потом уже Сразу можно Можно изменить Но это все Расклады такие Из области фантастики Когда играешь Оно так конечно не видно Все это видно со стороны Потом уже При разборе Ну, можно было В принципе Демки посмотреть Пока у нас 1-4 КМС Не меняя свои позиции Своими Староверскими Играми Затаскивают Им этого хватает И нечего им менять И не нужно им это менять Действительно Потому что Все это так удается Зачем? Ну вот тут удалось Близкий подход На точку холдами Это была именно точка Вот как раз таки То самое метро Отпустили И из метро Пришло горе И всех раскидали Да, тут спрашивают Это они Редов сделали Да, это они Редов сделали Это вот эта самая Команда И Мага Рей Но Как бы Непонятное название Но зато В принципе Более-менее Понятная сущность Все проверенные бойцы Но если не все То Практически все Участники Лиг Всевозможных И третьих И четвертых Кто-то может быть Еще и первый И второй И честно говоря В последнее время Стало модно Менять ники Я не могу за этим Следить И когда там люди говорят О, походу Окруха там считает Что я вот этот Вот Ну как бы Чаще меняйте ники И вообще будет Все непонятно Метро Да Помните о нем Говорили Опять-таки Это слабая точка Опять-таки Фури здесь Один стоит Стигма Не поддерживает его Фури теряет ХП 75 уже Но он Вот Если понаглее Против него Вдвоем пойти То его можно высекать И от этого Плясать Даже не заходить На эту Будь она неладна Точка Просто высечь Фури Это дернет Как минимум Стигму Который должен Нас крышу Отстаивать Был Но вот Видите Поближе Он уже к фури Стоит это дернет Стигму В метро Когда это дернет Стигму В метро Можно проходить Ту самую ДЛА Или Ворота По центру Проходить Выбивать дракона И ничем Стигма Не поможет Короче Финты ушами Нужно КМС Делать От этого И плясать Высказался Четкий Профессионал По Спорах С командой КМС Хайва Крошка Опять-таки Все со стороны Все В игре Намного Сложнее Это Ну 2 2 в 2 Хорошо Что по пути Одного Выбили Будет Растягивать Феллони Стоит На растяжку Хаосу Пожить бы Уйти в метро Зачем соваться Дал инфу Живи Как Сэмки Можно здесь Не попадать Высекают И Хаосу Я так понимаю Что не жить Но вот Четкий раунд В пользу Что мешало Что мешало Его забирать По спине Два Им пройтись Феллони Опять-таки Паровозик Который Не смог Бывают Такие люди Тяжело Зажать 50 хп В спину Очень тяжело Бывает Иногда Особенно В таких Каусных Ситуациях 2-5 Где-то Совсем Чуть-чуть Не хватает Магре Надеюсь Даже Если Они Магре Первую Карту Будут Давать Хотя Желать Игры На Джиха Нет Я не знаю Но опять-таки Такой Черг Могли бы Договориться Ваша Карта Наша Карта Третью Рандом Играем Не Рандом А в смысле Давайте Третью Как раз Такие Черг Вот Точно Не хотели Ни одни Ни другие Эту Карту Играть И все равно Играют Потому что Выпадает Сильно Каленый Дракон Минус Состигма Ласт Три ХП Двоих Практически Один сот И другой Практически Мало Шансов У стигмы Если поймает Ловит И оставил Того человека У которого Меньше ХП Это человек Зажим Инвикс Который Как раз таки Наджийхане У нас Свои Эпические Минус 5 На точке Айдал Когда Помните guns Стадо Африканских Бизонов Плюс ХАЕ Опа стигма-то в спине все от этой инфы можно плясать стигма стигму можно здесь дурить пока он поймет что это не б пройдет очень много времени а может быть и поймет быстро что это не б данная же побежал просто-напросто индекс на и главное ему отжить метро и главное ему что ваншот снимет у не не снимет его там по-моему 35 хп снимает с дегла на пулька или 33 куда ты идешь ну прочекал местоположение а если бы словил ну посмотрим как раз таки сколько снимает дигл с первой пули если стигма не нашел себе чего-то пожестче а походу он да нашел коллаж теперь ситуация переворачивается и так еще бомба то поставлена сразу и не поймет инвикс откуда пришел стигма стигма на банихопчике проходит уже ну вот если инвик сейчас головой подумает ну правда в такой позиции далековато ушел вот можно было там вертеться за решетками обходить как мы уже сегодня видели спиной поворачивается к стигме видят кто где и все-таки инвикс по хп не повезло стигма 1 попала то ли касанием каким-то ну как с калаша можно 27 хп снять я не знаю может быть по пальцу по ногтю но снял 27 хп не добил вот он как раз таки то чего мы ждали miracle чудо инсайдеры высекают инсайдер не может отставить свою позицию хотя один минус да это это уже хорошо но свершить чудо свершить минус 3 пока что не давил хорош инвикс вот ну ура ура в матче за третье место свершилась заход но можно заходить на эту точку б вообще не составляет никакого труда просто это делать стигма last и мне не жить 45 ура пободрее пободрее просто поверить в чудо чудо свершает севера с хешки минус инсайдер там походу не одну ему закинули а инсайдер еще и позицию сменил он чуть чуть не там стоял где езде всегда видите вот за коробочками лежит если бы стоял за стенкой его хаешка это бы не взяла стигма отыгрывает отыгрывает минус один и у нас близкий подход на точку а и вот зашевелились так мес когда побыстрее тогда и неприятно тогда и не так все хорошо происходит да тогда не успевают реакции ножки старенькие ручки старенькие глазки не видят мозг не понимает потек потек ручеек 5 5 это эвера в метро минус на сириусе уже получше бум просто в бубен подпрыгая стигма феллоне дает ну вот это конечно просто полный бред когда дракон стоит и дает минус 3 приходит инсайдер дает четвертого как так выскочили на дракона я не понимаю причем там то ли на перезарядке то ли на раскидах были 65 вот этот раунд конечно упустили если бы не дракон если бы не свои затупы то все было хорошо а вот авель практически все потерял x минус стив Ну и начинается улиточный раунд. Фелони прям вообще почувствовал себя улиткой. Так мне нравится правая нога у Фелони. Так она шевелится, прикольно. На! Стигма еще один. Дотанцевался, Авель. Точнее, Фелони. Ну и пошли опять-таки на Б. Ну что, инсайдер на этот раз сколько тел даст перед тем как умрет, одного дает. Стандартный результат, понимаете? Стабильность признак мастерства. Если один раз сдать минус 4, а другой раз никого, то это... Один раз хорошо, другой раз плохо. Каждый раз по минус одному инфу дал, увидел сколько, одного просек. Все хорошо, остальные доберут. Тут Хаос последний, без бомбы, бомба лежит на точке Б. Ну и у Хаоса 55 секунд. На высекание двоих первого кладет. Хорошо так и прокинул, тут затылком об пол ударился. Причина смерти... Множественные ранения в голову. Ну и со Стигмой. Диггл в Диггл. Ну и Стигма, как всегда, уже нашел где-то калаш. Нужен раунд? Очень нужен Магаре этот раунд. Вот Хаоса надо не натупить. Стигма уже в спине. Думай голова. Все, есть время у Хаоса. Есть время на постановку. Сейчас будем смотреть, какую позицию займет. От этого очень много будет зависеть. Бомбу поставил. Увидит. Увидит. Пошел вдаль и дальние. Пошел смотреть Стигму на обход. Стигма уже не там. Стигма уже практически в доме у нас. Точнее под ним. Кто кого зарешает. Ну вот Стигма явно будет смотреть же. Сейчас. Нет. Смотрите. Пошел сначала прочекать. Видит Хаоса. Хаос не видел Стигму. Фейл какой. Бомба на красной. Успеет. Бежит, 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 бежит. Не успевает. Все. Раунд взаимогрей. Все хорошо. По крайней мере по времени затащили. 6-6 будет счет. Кишки и Стигма разлетаются по всей карте. Не, не разлетелись. Далеко не улетел. Видимо тяжелый. 6-6. Ну борьба. Вот соперники достойные друг друга. Хоть первый раз у нас так попадаются. Бумс. Бумсы уже минус 2. Пошли клепать. Просто заклепочки. Вдвоем. Да. Нужно держаться. Друг друга. Ты мне друг. Я тебе друг. И мы друг друга. Чуть-чуть друг друг друг. Да. Ну на дальней дистанции. Уже ближе не подпустят. Сложно будет подойти. Мало кто в РКФ. Да и вообще в КФ умеет бежать и на бегу вешать хеды. Более такой чудной выбор оружия. У Сириуса и последнего он остается. И 7-6 походу будет в пользу команды и мага Терей. В пятером они в одного. Никто не умер. Такой у них эквалайзер по ХП получается. Но одного. Одного именно хаоса. Два их уже. Ну и все на этом. Прекращаю отмучение. 7-6 пользуем мага Терей. Первая половина заканчивается. Причем за атаку. Я их с этим поздравляю. КМС можно оказывается выигрывать на турнирах. Не подобных King of the Hill. А других. И это мы сегодня видим впервые. Ну как бы вторую игру всего смотрим. Так, будем меняться сторонами. А, ну тут еще и мошнят, что зачем КБЗ-то взял. Да, считают это не очень хорошей пушкой в таких турнирах. А это Сириус у нас был, да, с КБЗ-то. Сейчас заругают, заругают его. 100%. Эх, походу перерывчик намечается. Ну долго мы, честно говоря, так играли-то эту половину. 25 минут аж. Когда такое было? 18.36 уже. Пошли все наперекур, да? Стигма у нас вообще стал участником женской команды Вариум, судя по его клантегу. Бабы зло, Стигма. Не иди туда к ним, ты шо? Все, поехали на вторую. Ну посмотрим. Ну вот взяли здесь КБЗ-то, из-за этого некоторые терки были, дебютиран. Давайте пробежимся по людям. Не видно, к сожалению, у кого какие-то оружия, когда с ножом. Так, тут калаш, тут калаш. Нет, все, нет КБЗ-то. Сириус, Сириуса вразумили, дали ему в руки калаш. Не дернуло это. Ну это почему все так хорошо? Почему такие добрые и мага рейда? Потому что только они первую половину взяли. Если бы они этот раунд не затащили, ой, и сейчас что бы началось? Сейчас бы полетели и 9А в ход, и вот это была бы вселенская машина уже в игре, вот это было бы весело. У кого что есть, доставай базуку. там и биты, и все, что хочешь. С хаешки, инсайдера в Элю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хо-хо-хо-хо. Да, организованная преступность, прям КМС. Бегают все впятером. Пятером по верху. Только массы и берут. В спине. Торчит Феллани, хорош, по одному затылку погладил. Нвикс тоже бодренько так, практически в спина получается. Его так попростреливали, но не поверили, что он здесь, но все-таки высекли и двоих одновременно. Причем, стигма минус Феллани, инсайдер унизил и оскорбил Нвикса. Вышедшего вроде как незачеканного, да, убивать, а тут... не тут-то было. 1-0. 7-7 счет получается. Ну, один фастовый, быстрый, организованный раунд сыграли, теперь будут расходиться. Напомню, что смотрим мы матч за третье место Summer Open Cup 2013 при спонсорской поддержке компании Razor. Ну, впереди-то у нас матч за первое место, где встретятся Руллигенс и команда Иремия в 20.00 примерно, он по расписанию поставлен. Не знаю, как будем мы здесь играть, но все идет к тому, если играли мы первую половину, 25 минут, что будем очень долго все это дело смотреть. Может быть, даже припоздаем по расписанию, но главное, основное блюдо все-таки будет, как бы там ни было. Медленный раунд. Медленный раунд от КМСов. Оставили центр, Мага Рей. Ну, вот, кстати, такие вылазки, да, от КМС, как были быстрые, в принципе, то же самое можно делать и Мага Рэм. Когда они, опять-таки, сейчас дефолтно просто будут стоять по точкам, может быть, это даже для них очень плохо. Надо поджимать, надо поджимать, да, вблизь выходите на точку Б, не давать даже уже здесь разбушеваться, минус 2 положить, отлично. И вот третьего. Здесь же, рядышком, братскую могилу, просто кильку в томатном соусе. Устроить в банку, закатать, отправить в магазин и продавать по цене рубль 20 с надписью КМС килька в томатном соусе. Вот и все. Как бы, потому что, я еще раз повторюсь, нельзя с ними играть медленно. Это уже, ну, это может потому, что я все игры, да, смотрю КМС в команде. Ну, мне, по крайней мере, это истина уже становится более-менее известной. Да, зажимают, зажимают КМСов и близко под АП пошли. Вот молодцы, Магарей, в этом плане. Уже, видите, не столь уверены в себе. Когда дается воля, когда дается простор к КМСам, тогда они что-то могут делать. И когда у них есть время на раздуеме, как перетянуть, куда, кого перетянуть, только тогда могут делать. Когда не хватает времени, ну, в ситуации секунды на принятие решения, да, стрелять тебе или убежать, или помочь тиммейту, или где-то в другое место оказаться, или сбросить бомбу, тогда вот их не хватает на это. Пожалуй, таких команд вообще очень мало. Наверное, только Еремия что-то может в этом плане. Ну, и то там за счет стрельбы. Ну, и теперь уже, видите, КМСов раздергали, пошел уже ФАС на точку Б. То есть не будут они стоять в ожидании поджимов, просто идут стенка на стенку. Даже не ждут, когда их будут по АП ходить, просто подозревая, что там будут люди, и значит, меньшее масса народа осталось на точке Б, и на эту самую точку Б будут заходить. А не тут-то было, как бы три человека, ее встречают по стандарту. Посмотрим, удастся ли зайти. Ну, разменялись, один в один, Ави любил с Калаша, а Стигма раскинула ему ХАЕ, был таков. Да, вот под дымы, непонятно как, но взяли и зашли. КМСы, КМСы где вообще? КМСы один ловит Хэт, это Сириус выходит второй, тоже от Фелони ловит Хэт. Двоем Стигма остается, Стигма не мобильный здесь, будут его раскручивать, как Юлу, и раскручивают, и будут бомбу минировать. Ну, после... что там делаете? Боже! Один минировал бомбу, присел, нагнулся, второй пристрелся сзади. Ужас. Ну, видимо, настроение у Мага Рэй уже поднимается, потому что и счет хороший. 10... 10-7 получается, три раунда преимущества. Счет первой половины 7-6, напомню, в пользу Мага Рэй, и сейчас они выиграют вторую, 10... 10-10-10-7. Да, вот они, вот они пошли, сказочные поджимы. Вот на чем 100% легли, наверное, красные, а может быть, легли на холдах. Победил Global Risk. Сделаем их! 4-1. Все так пойдет... Все равно все 7 нужно брать, Мага Рэй, в этой половине. Но остается-то не так уж и много, 3 раунда всего лишь. А вот КМС-ам у гугошечки. Прям у гуго-у гугошечки. Бумс. В 2 АВАПа теперь решили играть. Разозлились и побыстрее, и раскрутили их, и КМС начинает к такому стилю привыкать. Опять их надо дергать чем-то. Ну и Эвера последний. Эвера никуда не шевелился, на точке Б столбом стоял. В общем-то ничем своим тиммейтам не помогал. Сейчас заберут бомбу и понесут ее куда-нибудь. Лови, дружок. По пяточкам. Да, ну просто сказали, не стреляйте, забрали бомбу и ушли. По ХП, наверное, сказать ничего не могут. Сколько у него? А у него всего лишь 3. Ребят, у кого видео подвисает, у меня никаких дропов нет. Кадров, все дело в вашем интернете. Поэтому бороду не пишите, что я с калькулятора сижу. Когда у меня подвисает, я вам об этом скажу. Буду это исправлять. Пока все суперски. Так, 2-4. Один раунд во второй половине. КМС берут. Какая выдержка? Тебя отфлешили, а ты все равно сидишь и в прицел смотришь и смотришь ник. Другой бы уже ливнул. Тишина, нет поджимов. Мага Рэй и позволяют себе наглости. КМС. Вот как из такой позиции Авелью разыгрывать? У-у-у-у. Печаль, беда. Ну, посыпались. Посыпались уже в пятером. Просто пятером в одного с положенной бомбой. Ай-яй-яй, высоко. Минус Авель. 3-4. А счет-то был 4-1. Два раунда безответных отдали. Веселье закончилось. Опять надо трудиться. Вот как бы совсем чуть-чуть, да, осталось. Уже начали там более-менее фаниться. А у нас и Мага Рэй. Но не тут-то было. Начинают просто семимильными шагами их настигать. Надо что-то выдумывать. Зависли. Так, такими вот, таким макаром могут и забрать, в принципе, КМС. И могут вообще вот, по идее, они же эту карту только в одном случае забирают, да. Если еще только максимум один раунд набирает у нас и Мага Рэй. Вот только один раунд им можно отдать. Могут. Могут. Я вам говорю, что могут. Вот зря, походу, и Мага Рэй в это не верит. Казалось бы, да, счет 3-4, но каких-то 4 раунда. Быстро прошли очень 2. А вот еще осталось, еще осталось каких-то там 4. О, чувак, сори. Ты вот пишешь, видимо, экономят линет на Дальнем Востоке. Я тебе вообще не завидую. Ты попробуй, прочекай свою скорость до города Франкфурт, на котором находятся сервера, отвечают. Вот тогда как бы ты узнаешь всю, всю правду о своем провайдере. Сколько у тебя там? Почему у тебя подвисают стримы? Так, ну ровненько. Ну, бомба стоит и 30 секунд у Имага Рэй на все про все, а 4 человека заперты в метро. О, подходик быстрый. Первая ХАЕ в никуда ложится. Ну, стрелять, бежать, не останавливаться надо Имага Рэй. Ну, что происходит? 2 в 1, патронов не будет. Минус еще один раунд у Имага Рэй. 4-4 уже. Ну, затупили. Вот почему-то такая ситуация всегда происходит, когда вот это самое долбанное метро заходит, что останавливаются. Начинаешь стрелять, останавливаешься, видишь цель. Там надо было пробегать, а они собрались в кучку. Ничего не смогли сделать. Сириусу дают воевать с Алапой. Вообще непонятно. И Авель, кстати, уже который раз так глупо отдается. Если поджим, то всей команды. Почему один Авель выходил, смотрел? В отца, да, отца еще, до звания отца, карпеть и карпеть. И опять-таки ситуация 5 в 4. 5 в 4 в пользу КМС. Ну, походу, вот не понимают, что затаскивают сами себя в грязное вонючее болото сейчас, из которого потом можно будет не выпадаться. Все, хорошо, 3 раунда, набери первую карту, КМС, забирай. У тебя уже есть преимущество шикарное. Но на то оно как бы и сила, на то оно и опыт. Плюс один к уверенности для Феллони, для маленького паровозика. Бомбу дропнул. Видел он хоть сам? Или не видел? Надо собирать сюда тиммейтов. Хорошая позиция. Есть здесь и квадраты, куда спрятаться. И простреливаемые деревяшечки. Осколочная. Где у нас гуляет Инвикс? На самом деле, если судить по бомбе, то непонятно где. Бомбу сперли, кстати. Просто взяли и забрали ее из квадрата, и унесли в метро, и будут ставить. Как Феллони контролил. Теперь только в спину, он отпомнился и идет. А уже тиммейты одного высекли. И был это Инвикс, который не пойми, что контролил. Ну, вот такой развал на руку КМС. За счет чего они берут раунды на ошибках, на просто клинически идиотских ошибках своих оппонентов. Еще один минус раунд. Я вам говорю, счет был 4-1. Вспоминайте, что не составит КМС особого труда, если что-то сейчас Мага Рэй не изменит в своей игре. Просто оставшиеся 6 добирать. 2 взяли на храпом, и остальные уже как по маслу сейчас пойдут. Пора, пора просыпаться, Мага Рэй. 4 раунда уже это тфу, потому что к МСам до победы остается всего лишь 2, а им 3. Уже они где-то там, далеко позади. Голубой вагон бежит качается. Давай догоняй. Привет, крокодил и гений. Опять, смотрите, опен фраг от... Ну, он не опен, но все равно в разменной от Сириус. С Авапой дают человеку работать. Авель вообще просто раздраконили. Авель решил взять Авапу. А лень же ж ты лесной думает, Авель. Пойду-ка я тебя высипу. Как ты меня задолбал уже 3 раунда выносить с этой Авапой. Ну, получилось. Получилось. И опять вот в преимуществе, да. Как бы его сейчас не разбазарили. Тра-та-та. Ой, я думал чужой. Господи, я уже... Дергаюсь больше, чем команда. Времени навалом. Времени минута. Непонятно, почему Фури топает. Даже я слышу, что он топает. Что уж говорить о Хаосе, который вверху над ним стоит. Ну, Хаос-то сам. Нет, нет, нет. Слышит, слышит, что топает. Почему-то не верит в это. Полетели раскиды, дает инфу тиммейтам. Но он ждет на выход, а там просто будут ставить бомбу. Ну, вот умрет, умрет. Непонятно, зачем пошел, не слышал пика. Минус один, теперь два в три. Теперь еще сорок секунд для того, чтобы танцевать. У КМСов есть. Сейчас будут по одному подходить. И сейчас КМСы будут по одному высекать. Хотя, смотрите, нет Фури Ласт. Фури одного кладет. Один в два. Ну, ого-го! Через четыре раунда прошедших. Наконец-таки первые мага Рейн набирают. Делая счет 5-5. Счет первой половины, напомню, был 7-6. Пользуя мага Рейн, плюсуйте 12-11 у нас в пользуя мага Рейн. Пока что счет, но до победы и тем и тем на два раунда. Нельзя отдавать ни одного при этом. Если счет будет 7-6 в этой половине в пользу КМС, то идем мы, конечно же, на допы. Уже в первой карте. А я вам говорю, что матч за третье место будет очень долгий и упорный. Как бы ни допы. Ну вот, вот КМС опять-таки готовы уже взять шестой раунд. Причем беда пришла из ниоткуда, но пришла не одна. Хотя, смотрите-ка, хорош Эвера, из дома работает. Вот совсем я не верю в его стрельбу, а он может. Ставят бомбу, проблемы у Хаоса. Проблемы Хаос решает. Эвера пошел в одно лицо решать свои проблемы. Здесь один Фури. Зачем идти в одного? Ну, в двоих. Ладно, расколбасили. Хорошо. 6-5 будет после Дефуза. Ребяточки, я хочу, чтобы КМС сейчас взяли шестой раунд. Тогда у нас будет 6-6. И тогда будет непонятно. То ли ничья, то ли мага Рейя будут эту карту забирать. Уже такая борьба в первой карте. Наконец-таки будет. Нас к вечеру начинают ребята просыпаться. Это еще раз подтверждает, что, конечно, игра с утра это совсем не та игра. Тем более, не в будний день, не в рабочий день, а в выходные. Тем более, в воскресенье. Спрашивают чат, это запись игры? Нет, это лайф. Турнир идет, все нормально. И это не третья карта, это первая карта матча за третье место. Но, вот у нас решающий раунд. Всегда наверняка его хочется играть Дефенс. Не знаю, один раунд, один раунд, маппоинт у команды и мага Рей. И как бы это не была ошибка. Ну, стоят жесточайшие просто. Дефолт. Просто 3б, 2а и без вариаций. Даже никакие центры, никого ничего не колышет. Инвикс смотрит точку B, чтобы спину с ворот не обошли, а остальные смотрят с респы. Бомба сброшена, КМС ищут тело, ищут минус. Себе по-другому никак, они тоже не хотят умирать. Этот минус находят, это минус хаос. Хаос в метро, ой-ой-ой. Слабая позиция была, что у КМСов там в фуре стоял, что теперь... Ну и пошла перетяжка, смотрите, с B дергают, а КМСы куда идут? Не идут они пока на точку A. Хотя, хотя, есть там и стигма, есть уже близко. Нет, начинают подтягиваться. Но бомба-то в квадрате лежит по-прежнему. Может быть, пошли туда не ставить и убивать? Ревера уже в спине инсайдера находит. АВЛ находит стигму. Минус он. Ну, стигма зачем-то непонятно пошел, конечно. На, один мог бы уйти. И зашевелились КМСы. Зашевелились по направлению в метро. Да, это точка A. На ней у нас Фелани и Авель. Авель. Почти что с Авель. Ну, Авель. Авель, наверное. Фелани где? Фелани смотрит вверх. Но у Авеля будут сейчас проблемы. Нельзя ему топать. Зачем он топает? Выходит так же самое. Но только одного дает. Но инсайдер и фури вдвоем. С бомбой. Фури хп ни о чем. Все-таки не устаивает он в дуэли. Фелани дает инсайдеру. Время поставить. И первая карта отходит у нас в команде Имаго Рей. 7-6, 7-5. Именно с таким счетом заканчивают они обе половины. 14-11 счет общий получается. В три раунда. Но первую карту берут. Буря в пустыне. 1-0 в пользу Имаго Рей. Фух. Переходим ко второй. Ну, я думаю, что у нас небольшой перерывчик сейчас будет. Хотя я буду очень сильно сопротивляться этому делу. Вторая карта вообще просто мечта. Просто мечта. Радиостанция. Как раньше радиостанция была супер базовой картой, все на ней играли турниры, так благополучно в последнее время про нее все забыли и все ее черкают. Кто-то на ней супер силен, да, и все думают, что именно их соперник на этой карте супер силен и все ее черкают. Поэтому вот такая вот борода. Так, ну шли у нас долгие-долгие перерывы, что ли, да? Давайте я тоже тогда отойду. Честно говоря, нарался по такой долгой игре. Вот пару минут оставлю вам экран игры. Сам отойду и совсем скоро вернусь. Будет у нас вторая карта радиостанции. Далеко не разбегайтесь. Далеко не разбегайтесь.